Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Несколько лет назад в семье Шамрай из поселка Ильского случилось несчастье. Владимир Шамрай, работая на стройке, получил серьезнейшую травму – перелом позвоночника. Больше года мужчина был прикован к постели, и его родственникам пришлось стучаться во многие двери, чтобы решить проблему приобретения необходимых лежачему больному устройств и предметов. Со своей бедой мать больного обратилась к депутату Государственной Думы Владимиру Синеговскому. И уже скоро в их квартире появилась специальная коляска и другие приспособления, облегчающие жизнь инвалида. Затем также благодаря депутату он прошел курс мануальной терапии. На днях, благодаря Владимиру Синеговскому и главному врачу Центральной районной больницы Маноле Суананникову, Владимир Шамрай прошел в реабилитационном центре для инвалидов в Станице-Выселке второй специальный 18-дневный курс лечения. Пациент Шамрай Владимир Владимирович попал к нам на реабилитацию по направлению из своего района и получает у нас реабилитационные мероприятия. В основе его программы реабилитации в нашем центре есть роботизированное устройство электромеханической тренировки ходьбы «Локомат». Данное устройство позволяет выполнять человеку функцию ходьбы в заданном режиме. Соответственно, ощутить те возможности ходьбы, которые были ранее, и сподвигнуть организм к возможности найти тот новый путь для того, чтобы быть снова, так сказать, в строю и на своих ногах. В бригаде есть у нас медицинский психолог, важность работы которого тяжело не отметить. Есть логопед, который работает с нарушением речевых функций, а также функции глотания. У нас есть врач-иглорефлексотерапевт, который позволяет пробудить внутренние силы организма. Есть врач лечебной физкультуры, который позволяет составить двигательную программу реабилитации. Есть врач физиотерапии, который помогает использовать факторы физические для восстановления пациента. Также у нас есть эрготерапевт, который позволяет приспособиться пациенту в быту и уметь в дальнейшем функционировать, независимо от посторонних. Вместе с пациентом поехала его супруга в Светлана Шамрай. Благодаря этому аппарату, который сейчас вы видели, у нас изменения в лучшую сторону. У него лучшая динамика появилась в ногах. Спасибо большое Владимиру Ильичу Синьоговскому, Владимиру Владимировичу Лукьянову за то, что он нас поддерживает. Спасибо персоналу больницы. И мы надеемся, что у нас не надеемся, мы уверены, что у нас все получится и будем идти все дальше и дальше. По словам Владимира Синьоговского, пострадавший проявил настоящую силу воли и выдержку, не упав духом в такой тяжелой ситуации. Такая жизненная позиция вызывает искреннее уважение и естественное желание помочь, поддержать человека в его борьбе за здоровье. На данный момент пациента привезли домой, где для дальнейшей реабилитации Владимир Шамрай будет выполнять физические упражнения и гимнастику на специальных тренажерах. Благодаря депутату Госдумы больного появилась шведская стенка. Это гимнастический снаряд, использующийся для лечения и реабилитации, в том числе в домашних условиях. Пока населись такие люди, как Синьоговский Владимир Ильич, он мне помог. Прикрепил ко мне Лукьянова Владимира Владимировича. Сын мой лежал год, не мог даже сидеть и пяти минут. Вот я благодарна Владимиру Ильичу, Джариму, главврачу больницы Северской, заведующей поликлиники. Участвует полностью и помогает мне во всем. Прокуратура Северского района провела проверку обеспечения безопасности учеников в школах. Проверка охватила вопросы создания безопасных условий, обучения, воспитания, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье. В круг вопросов входило также соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Во всех школах нашего района установлена система видеонаблюдения, система оповещения, автоматическая пожарная сигнализация, которая подключена к радиоканальной системе передачи извещения «Базальт». «Базальт» – это система немедленного реагирования, когда в случае любой пожароопасной ситуации сигнал вызова поступает напрямую в пожарную часть. В школах обеспечен пропускной режим. В наличии плана эвакуации функционирует устройство «Тревожная кнопка» для вызова оперативной группы при чрезвычайных ситуациях. Также разработаны планы действий и инструктажи для работников учреждения. Как осуществляется создание безопасных условий учащихся, мы можем увидеть в одной из школ района. Силами нашего района, в нашей школе организована охрана ЧОП, ЩИТ-С. Охранник приходит к 7 часам и уходит в 7 часов вечера. Помимо этого у нас еще введена ставка вахтера, который также делает обход территории и следит за безопасностью детей. По всему периметру школы у нас стоит забор. Также у нас на территории 7 камер видеонаблюдения. Вся территория школы освещена в темное время суток. В школе у нас все этажи находятся под видеонаблюдением. Кругом расставлены камеры, все выведено на мониторы, все пишется и видеозапись сохраняется в течение двух месяцев. Также пожарная безопасность. У нас современная пожарная система АПС. Сразу выход на пожарную часть. Каждый класс, каждый уголок в школе стоят датчики. И при малейшем задымлении, при малейшей опасности система срабатывает. И сразу же выход на пожарную охрану. Тут же приезжает пожарная охрана. У охранника есть телефон, тревожная кнопка так называемая. В случае какого-нибудь непредвиденного факта или в случае угрозы жизни детей нажимается цифра. И в течение двух-трех минут сотрудники полиции находятся уже в школе. Вместе с тем в некоторых школах были выявлены нарушения. Школы оборудованы различными средствами технической безопасности. Тем не менее, необходимо контролировать состояние этих средств. Достаточно ли эффективно они работают и вообще работают ли. Вот прокуратурой района были проведены выездные проверки в ряде образовательных учреждений района. Но практически все были охвачены школы и несколько детских садов. В одной из школ было выявлено такое нарушение, что один из шлейфов этой сигнализации не работал. В другой школе все работает вроде бы, но сигнал не передается на табло выход. Вот, казалось бы, мелочи, но эти мелочи, они могут сыграть плохую роль при возникновении той или иной опасности. Необходимо отметить, что безопасность учащихся и воспитанников детских садов – это очень серьезный вопрос. И все это делается не с целью, чтобы найти нарушение и кого-то наказать, а для того, чтобы впредь подобные нарушения не совершались. В школы, в которых выявлено нарушение, внесены представления. Устранение замечаний находится на контроле прокуратуры. В работе выездной приемной в Новодмитриевском сельском поселении 28 февраля приняли участие глава района, заместители главы администрации района, глава поселения, а также начальники управления и специалисты администрации и различных служб. Для решения насущных проблем глава района Адам Джарим лично включился в работу. Любой желающий житель мог попасть на прием по предварительной регистрации и получить ответы на все вопросы. Более 14 обращений было обработано за время приема. Рассматривали самые разные вопросы. Благоустройство, строительство спортивной детской площадки, отсутствие врача-терапевта на одном из участков, а также неудобное расположение остановок в поселении и обустройство подъезда к земельному участку. Люди приезжают не зря просто для ля справлять, а именно чтобы по-человечески подойти к этому вопросу. И обращаемся мы из-за того, чтобы, как говорится, обращали на нас внимание. Но пока что обращают нормально. Получили информацию, как бы дальше инстанция идти. Вопрос был по проезду на земельный участок. Получили всю нужную информацию, куда пойти дальше. Подобные встречи с работниками районной администрации проходят в каждом поселении. Открытый диалог представителей местных властей с гражданами – это не только один из ключевых критериев эффективности работы администрации, но и возможность для каждого внести свой вклад в улучшение жизни своего поселения и района в целом. Селекторное совещание по вопросу готовности избирательных участков к выборам президента Российской Федерации прошло в администрации Северского района. На совещании присутствовали работники администрации Управления социальной защиты населения, полиции и МЧС, а также глава территориального избирательного комитета района Владимир Захарченко. В преддверии выборов все избирательные участки района и края были тщательно проверены, чтобы 18 марта открыть свои двери для избирателей. Основными критериями проверки участков были техническая готовность, пожарная безопасность, общее состояние помещений, а также наличие условий для доступа людей с ограниченными возможностями к местам проведения голосования. По информации из доклада Краевой избирательной комиссии, большинство из избирательных участков готовы к проведению выборов и полностью оборудованы всеми необходимыми техническими средствами, чтобы каждый гражданин в самый важный для страны день смог сделать свой выбор. Пришла весна, а с ней первый весенний праздник, 8 марта. Этот день согрет лучами солнце, женскими улыбками и украшен россыпью цветов. В преддверии праздника всем людям хочется сделать что-то особенное, хорошее, приятное для своих самых дорогих людей. Вот и на утреннике средней группы Центра развития ребенка Станицы Северской ребята подготовили для своих мам и бабушек концертные номера, подарив через стихи, песни и танцы всю свою любовь и теплоту детских сердец. Необычные путешествия, сказочные перевоплощения в разнообразных персонажей – все это и много другое было на празднике. В гости приходили сказочные герои – Фрюкинбок и Карлсон, и, конечно же, веселая озорная веснушка. Ну а какой же праздник обходится без шуточных соревнований и конкурсов? Забавные и интересные конкурсы с мамами и бабушками не оставили равнодушным никого. Радость, задорный смех, масса положительных эмоций сопровождали все мероприятие. Праздник, несомненно, привнес в жизнь детского сада атмосферу весенней радости и счастья. Улыбки и радость на лице мам и бабушек – лучшая награда для маленьких артистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова